Капитальный ремонт бывшего училища номер 8 начнется уже в этом году. Об этом стало известно в ходе выездного совещания с участием губернатора Игоря Кобзева. В обновленном здании планируют разместить начальные классы школы номер 10. За парты дети сядут в 2024 году. Подробности в материале моих коллег. Бывшее училище номер 8 пустует с 2010 года с момента слияния двух учебных заведений в Ангарске автотранспортной технику. Здание находится в самом центре города. Несмотря на удачное расположение, социальный объект не был приватизирован и долгое время находился в городской собственности. И похоже не зря. В ближайшем будущем здесь разместят начальные классы школы номер 10. Сегодня мы понимаем, что это запрос жителей города Ангарска. И здание, конечно, находится в аварийном состоянии. И есть такая возможность без нового строительства провести капитальный ремонт и разместить 600 учеников. Область точно пойдет на финансирование этих мероприятий. Дополнительные площади помогут существенно разгрузить 10-ю школу. Проект капитального ремонта уже готов. В этом году здесь начнутся работы по демонтажу. К отделке и фасадным работам приступят в 2023. Помимо новых учебных классов, проект предусматривает также и реконструкцию школьного стадиона. Отдельный блок выделят для организации дополнительного образования детей. Школа очень востребована в Ангарске. Все ангарчане знают, насколько это действительно социальный запрос высокий на это образовательное учреждение. Поэтому все задачи поставлены. Каким образом реализовывать, все понятно. Проект прошел все экспертизы. Все возможности в наших руках. Поэтому сомнений нет, что задача будет решена. Предварительная стоимость ремонта 300 миллионов рублей. Работы будут проводиться за счет муниципального и областного бюджетов с дальнейшей компенсацией затраты с федерального проекта модернизации системы образования. Как отметили в ходе совещания, капитальный ремонт учебного корпуса находится на контроле уполномоченного представителя президента России Анатолия Серышева. По его поручению уже 1 сентября 2024 года здесь должен прозвенеть первый звонок. Александр Бучков, Дмитрий Налопашин. Местное время.